Денис, у тебя такой серьезный соперник, расскажи немного, как ты готовился к бою, в такой форме, как себя чувствуешь? У тебя, вот я смотрю, немножко травмировано? Дело в том, что это у меня уже травма давнишняя, да, нос сломан уже в 9 лет и ты меня еще первый раз Но, дело в том, что у меня один раз я был в брелине на стол и, в общем-то, кончик носа сломали, и здесь хрящик один сломан, и эти листики, эти крылышки, они слипаются, в общем-то, для этого я это и ношу, чтобы легче дышать, просто надо операцию сделать, но это как хоккеисты, почему я не вставляю здесь, в общем-то, по простой причине, что если сломается нос, то это будет еще хуже, так что, лучше я так похожу, а потом уже сделаю операцию, смысл пока не вижу, обувлечения не носу, так ничего искал Ну, скажи немного, как готовился, как тихо соперники? А по-другому скажу, что, да, по-другому проходило, скажем так, активно, достаточно серьезно, вот, а соперники, ну, соперник непростой, да, он возрастной, его так стал, ну, Ну, 38 лет, это не такой уж и возраст, в любом случае, у парня есть очень серьезный опыт, силы еще явно хорошие есть, и, опять же, удар, а у ученых позже с льти, обычно, хоть тяжелее, нежели у белых, и, в общем-то, удар, соответственно, очень даже сильнее и тяжелый будет, так что, тут не стоит вообще расслабляться и думать, что вот, ну, какой-то старый, что-то, может, некоторые так могут подумать, Ну, что такое, что он уже все свое там отбоксировал, ну, ничего подобного, в любом случае, по крайней мере, на первую половину боя там будет, о-о-о-о, так, все серьезно, пусть, не знаю, там, скажут свой возраст и все такое, и он, как бы, начнет задыхаться, да, может быть, подсбавить, согласен, но первая половина боя там будет все гораздо, все очень даже экстремально, так что, надо будет боксировать. Он, кстати, сказал, что ты для него удобен, потому что ты похож чем-то на Майка Тайсина, одиннадцатый, такой рост у тебя, то есть, не как Кличко, ну, да, и он, это, слушай, тебя нокаутировать, ну, почему бы и нет, у каждого есть свои желания, да, отлично, и это очень даже неплохо, опять же, что же он должен мне говорить, я не хочу нокаутировать, я хочу проиграть, да нет, это все было бы не очень хорошо, и он тебя настраивает, это хорошо, вот, Опять же, я тоже не собираюсь, там, играть с ним какие-то игры и жалеть его. То есть, ты хочешь такую рубку устроить, ну, настоящую, или все-таки подвигаться немножко? Это будет правильная рубка, с головой, осмысленная, не просто вот ту рубку, вышел и начал драться как на улице, а именно с головой, потому что, опт, это не просто махание и бить его камень, а именно думать, неслить. И тогда все будет хорошо, и красиво, и накалывает, и, в общем, и все вместе, нужно просто осмысленно правильно подходить, и все будет хорошо, и без всякой злости, потому что злость, она в общем-то съедает, ни в коем случае, никогда нельзя злиться на кого-либо. То есть, ты добрый боксер? Я не то, чтобы скажу, что я добрый боксер. Я не буду жалеть человека, если он в этой экстремальной ситуации, нужно будет добить его. Я не буду жалеть его, потому что я знаю одно, что если я его пожалею, он меня добьет. Нет, я буду, наоборот, его добивать, и буду добивать очень круто. То, что я не буду говорить, что, опять же, я какой-то злостный или злой боксер. Нет, просто такая жизнь. Вот и все. И в ней нужно именно так шагать. Спасибо. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Привет, Дэнни. Как ты? Хорошо, спасибо. Ты посетил в России первый раз? Да, первый раз в России. Очень-очень хорошо. Я люблю. Я люблю Россию. Что такое, что наше странное? Я люблю. Очень хорошо. Люди очень прияты, это очень хорошо. Не холодно. Что такое, что наше время? А, это слишком холодно. Да, слишком холодно Но, ты знаешь, это не слишком холодно О, это тяжелый Да, может быть, 14 Нет, ты сказал! Это слишком холодно Это 40 градусов Давай вопрос Как он готов к бою? Какой форма? Какая форма? Спортная форма Какая форма? Какая форма? Да, не очень хорошая Когда я был в Тайтан Я был на уровне, а сейчас я вниз Я не очень хорошая Я становлюсь старым Я становлюсь старым Я становлюсь старым И теперь, как ты чувствуешь? Да, я чувствую себя хорошо Я чувствую себя хорошо Я тренирую хорошо? Хорошо Как он оценивает Дениса Бахтов? Как бойцов? Какой бойцов? Какой бойцов? Какой бойцов? Бахтов, да Какой бойцов? Какой бойцов? Я смотрю его много раз Какой бойцов? Видел ли он бои? И вы видели его бои? Да Я смотрю много его бои Он очень хорошо Очень хорошо Какой бойцов? Какой бойцов? Ты знаешь Он боялся все время И все раунды И все И чтобы победить Я хочу победить Какой раунд? Какой раунд? Не знаю Он очень сильный Я не знаю Еще один вопрос Тяжело ли было победить Тайсона? Да, очень-очень тяжело Он очень сильный Очень быстро Очень мощный Очень тяжело Будешь бороться с ним с другой стороны? Извините? Будешь бороться с ним с другой стороны? Нет 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 Ты не знаешь Нет Нет Вообще Ты должен бойцоваться В свою команду Есть Тайсон Он сильный Да Он сильный Его Я скрою Ритали Калитско, Майк Тайсон, David, Я спр structure Тайсон Это очень тяжелый, очень тяжелый Спасибо 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 Виталий, он говорит Он очень хороший Да, он очень хороший Вы получаете согласие Это правда или нет? Он очень хороший Он очень豪華 Он сильный, удар очень тяжелый Он очень тяжелый Отличный бой Тайсон, а наиболее? Да, Тайсон, он лучший Я считал, что Тайсон был очень старый Стро или Тайсон Тайсон, да Тайсон, который лучший backleg 2 или 20 лет Тайсон был лучший Не так. Тазан обманет Луис, Редак Бол. Виталий Китсов, который лучший, когда он был молод. Да, да. Кто победил? Виталий или Дэвид? Сейчас Виталий Китсов, может, Дэвиду получает возможность. Но когда Виталий Китсов был молод, Виталий Китсов будет легко победить. Вы знаете, Поветкин, Александр Поветкин? Да. Заиняя Китсов? Да, да. Заиняя Китсов? Да, он очень хороший партнер. Поветкин победит Кличко или Кличко? Нет. Виталий Кличко. Кличко? Да, Кличко – лучший. Виталий, Виталий Кличко – лучший. Павел, завтра у вас статут шоу мирового уровня. Расскажите немного о подготовке, столкнулись с какими-то трудностями, что было в этот раз по-другому, чем обычно? По-другому было все. Все понимают такого уровня, масштаба такое шоу, привести таких боксеров, причем не только главный бой, но и андеркард будет, как вы слышали, и Дмитрий Суховский, и Арменов Сипиан, и Сильверстов, как бы Вусал Алиев, который уже у нас получил чемпионский пояс. Сложностей было очень много, но мы пришли к тому результату, который ожидали. Все отлично. Но все внимание приковано, конечно, к Дэнию Вильямсу. Какие-то от него были интересные пожелания? Как себя звезда ведет в наших условиях? Совершенно адекватно. И это не только касается Дэни Вильямса и Дениса Бахтова. Обычные, совершенно обычные люди, такие же, как и все остальные. Без всяких каких-то корон, звезд и всего прочего. Сегодня у вас будут смотреть люди, которые еще, может быть, сомневаются, идти нам завтра, не идти, ехать в Подольск. Что вы можете им сказать в общем? Я могу сказать, к сожалению, билетов практически уже нет. Если кто-то успеет приобрести их сегодня, то это будет замечательно. А так билетов уже, на самом деле, практически нету. Такого ажиотажа в Подольске не было никуда. Это как бы на самом деле, люди это видят. Естественно, это очень серьезная реклама. Особая благодарность всем нашим спонсорам, которым это гостерило. Средства массовой информации, телевидения, газеты по этому и, естественно, уровня масштаба звезды. Какой-нибудь сюрпризик готовите, который мне заявляли? Потом узнаете. Хорошо. И вопрос, конечно, такой, прогноз сделал неблагодарный, но все же, как вы думаете, как закончится главный бой вечера? Мы должны быть только уверены в нашем боксера, которого мы ведем, который сейчас с нами вступил в нашу федерацию Татановской, Борцовской, варианты турнику, Москва. Как говорили, за нами Москва. Спасибо вам большое. Будем болеть за нашу. Вам спасибо. Шаврумур. Топ 4. Ровно. И Максим Никанор. Написывай. 73 и 2, и 250. Давай, кто следит? Максим Никанор. Семьдесят девятьсот грамм. Ребята, стоечку, стоечку, и лицо к лицу, ребят. Олег, мы взвешиваем дальше? Давай. Сергей Сергеев. Семьдесят пять и четыре. Ариф Магомедов. Семьдесят три и два. Кто это? Ариф Магомедов. Сюда вот лицо. 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 Семьдесят восемь и восемь. И Владимир Боровский. Сейчас. Семьдесят один из семь. Саша Сергеев. Лицо в лицо. Извиняюсь, вот на камеру. Меняешь, да? Меняю карту памяти. Сейчас. Сейчас. Давайте. Итак, стоечку. Ближе. Семьдесят восемь и восемь и восемь и восемь и восемь.